Больше всего я люблю писать не о чудесах и невероятных событиях, а о простых верующих людях, а особенно о старичках. На них посмотришь, об их жизни послушаешь и как будто жития святых читаешь, сказал как-то один мой друг священник. Таким был дядя Ваня. Его все на приходе так всегда и звали дядя Ваня, от детей до древних стариков. Дядя Ваня был прихожанином одного маленького подмосковного храма. Он был там всегда. Восстанавливал его с самого первого дня, когда в 90-х годах помещение церкви вернули верующим, а в советское время был магазин. И казалось, этот человек всегда здесь и будет. Такой вот местный ангел-хранитель. Он был женат на внучке священно-мученика, который тоже служил в этом храме вплоть до его закрытия и был арестован и расстрелян. Давно отдавев, дядя Ваня отдал себе Богу и церкви. Худенький, старенький, он совсем себя не жалел. Каждый день жил так, как будто завтра может и не наступить. И именно сегодня нужно сделать как можно больше добра. Как будто из-за всех сил карабкался туда, на небо, к Богу. Господи, всемогущий Господи, помоги нам немощным. Слава Тебе, Боже. Верую, Господи. Помоги. Нет, он это делал не на показ, не для окружающих. Ну, знаете, как часто у нас бывает. Он это делал тихо и скромно, скрывая чужих глаз, как тяжело ему бывает порой. Дядя Ваня всегда был на всех службах. Даже тогда, когда никого больше не было. Только батюшка и он. Он следил за порядком в храме, чистил подсвечники, возжигал и гасил лампады, читал на клиросе, носил воду в трапезную и на крестины, убирал листовый снег, звонил в колокола, запирал ворота и вешал объявления. Дядя Ваня вообще был безотказным. А когда ему самому предлагали помощь, он с улыбкой говорил. Да тут и одному делать-то нечего. Так он хотел донести свой крест сам. И не терял ни минуты. Дядя Ваня ни разу не осудил ни одного человека. А когда с ним пытались поговорить о чем-нибудь проступки, лишь вздыхал. Эх, мне бы со своими грехами разобраться. Слава тебе, Боже. Он никогда не повышал ни на кого голос. Ладно, забудем, брат. И казалось, он вообще не знал, что такое раздражение. Прости ты меня, грешного. Рядом с ним всегда был тепло и спокойно. Слава тебе, Боже. Он любил всех. Людей, животных, каждую божью тварь. Дядя Ваня делал какие-то простенькие игрушки для церковной детворы. А те были счастливы. Он возился с котятами, которых принесла приходская кошка. Постоянно кормил их и старался пристроить хорошим людям. А местные голуби без страха клевали у него с руки крошки хлеба. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Сыне Божий, прежде векот Отца рожденный. Слава тебе, Сотцем и Духом вся сотворимый. А однажды мы вдвоем читали Акафист. Рассказывала певчая Юлия. Слава тебе, Дорогие, Зракоснишенный. Слава тебе, Взыскателю заблудших. Слава тебе, Спасителю погибших. Дядя Ваня потом со светлым взглядом смиренно, радостно сказал, что он раньше даже не знал, что надо так красиво петь и читать. А теперь вот будет знать. Спасибо мне за урок. И радовался, как ребенок. Господи, всемогущий Господи. Слава тебе, Боже. Было, конечно, приятно, но одновременно и стыдно. Не бы у него поучиться тому самому важному, чего он достиг по дороге к Богу. А уж не ему у меня каким-то распевом. Только после его смерти, многие узнают, что дядя Ваня был очень болен. И каждое движение давалось ему через силу. Удивительно то, что еще в 90-х годах, когда теперешний настоятель пришел на приход, вот у дяди Ваня уже были тяжелые диагнозы. Потом батюшка узнал, что он давно уже пережил все обещанные врачами сроки. Его слабое тело питал великий дух. У него было 26 кист в почках, масса других диагнозов, операций и сложайшая диета на всю жизнь. Он часто что-то делал и двигался, превозмогая боль, и никогда никому не говорил об этом. Ни разу ни на что не пожаловался. Он не мог участвовать в приходских трапезах, потому что ему ничего толком нельзя было есть, но стараясь не привлекать себе внимания, он садился за стол, клал себе маленькую ложечку еды и шутил и смеялся вместе со всеми. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Когда он совсем слег, батюшка с прихожанами часто его навещали. Он жил в абсолютной простоте. Старенький деревенский дом, обклеенный внутри бумагой, больше похожий на келью монаха-аскета. Кровать, стол, иконы и молитвы. Было чисто и тихо. С каждым днем дядя Ваня слабел. Врачи уже ничего не обещали. А он улыбался, причащался и надеялся снова вернуться к своей помощи храму и людям. Даже тогда, когда стало ясно, что он умирает, он, казалось, заботился больше о других, чем о себе. Он расспрашивал обо всем, что происходит на приходе у людей. Не тяжело ли батюшке, кто у кого родился, выздоровел ли мальчик Петя, отремонтировал ли Володя машину, удалось ли собрать деньги бабушке Маши на ремонт, а бабушке Наде на лечение. И в этот момент он переживал, что не может встать и напоить всех чаем. А главное, он ни минуты не роптал. Дядя Ваня полностью доверял Богу. Так тихо и мирно он ушел в вечность. Не даже всего две недели до своего 72-летия. Вот тогда-то многие почувствовали, что рядом с ним жил святой человек. Аскет, подвижник, всей душой стремившийся к Богу. Хотя кто-то и знал это раньше. И прихода сиротел. Ушел родной для всех человек. Ушел тот, кто до последней минуты пытался согреть всех своей любовью. Ушел к Богу, к которому он стремился всю свою жизнь. На похоронах многие плакали. Но в душе у людей все равно было тепло. Все были уверены, что как и при жизни дядя Ваня был в храме, так и там теперь служит Богу в радости и покое. Упокой, Господи, душу раба твоего, Иоанна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok